А с четвертым классом, вот у нас есть 3T, да, вот это опять наше длинное И, которое мы с вами уже видели. Ну, окей, ладно. Оно специально, как вы помните, описывает, что там оно описывает, этот, для ктакта, вот тут для ништа запрещают Идагму. Ну, ладно, это не имеет значения сейчас. Окей, Нрит Лат тип Шьян, Дивади Бья Шьян, да, Нрит относится к Дивади классу, к четвертому классу, поэтому к нему добавляется аффикс Шьян, который Сарвадатука, Апит, поэтому Сарвадатук, Апит, поэтому Никитча, поэтому никакого гунирования не происходит, и мы остаемся просто с Нриттья нашей Апит. Вот, и последнее, значит, что, как бы, я хотел вам тоже лишь, как бы, сказать, на будущее, условно говоря, что еще вообще-то есть еще один тип ангкарии, а это так называемый Дхатваадейшн, да, так называемый случай, когда корни, когда какие-то происходят, кроме обычных замен, альфоматических замен, собственно, замен типа Гуна и типа Врити, да, это как бы отдельные операции, описанные уже отдельным образом, может, одея, существуют разного рода другие замены, да, например, замена корня ПА на корень ПИБА, да, как вы знаете, корень ПА, ПИТЬ, его форма в тематических классах, не в тематических классах, в сородатах и лакар, да, в временах и наклонениях, которые используют эту основу в настоящем времени, если выражаться неким таким современным жаргоном. и для нас, в сородатах лакар, да, ПА принимает форму ПИБ, ПИБАТИ, ПИБАТУ, ПИБЕЦ и АПИБАТ, да, но, например, ПАСЬЯТИ, условно говоря, будущее время, да, там ПИБ никакого нет, вот, и такого плана изменения называется ДГАТУ ВАДЕЙШИ, то есть это как бы изменение замены либо всего корня, либо, опять же, частей корня, но отличные от, отличные от ПУНа и ВРИГИ, вот, собственно, окей, я могу вам привести эту ПИБАТУ, но там очень длинная сутра, вот, да, другого плана замена, это вот такая, например, замена, да, ИШУГАМИЯМАМЧАГАШИТИ, который говорит, что когда за корнем ИШУГАМИ или ЯМ, ИШ, ГАМ и ЯМ, следует аффикс маркированный Ш, то последний звук этого корня заменяется на Ч, да, вот что мы получаем, ГАМЛАТ, все понятно, ГАМТИП, ГАМШАП, да, в тот момент, когда ГАМ, значит, выбирает путь, окей, здесь САРАДАТА КЛАКА, этот путь характеризуется в картере ШАП, вот, и в этот момент, собственно, применяется наше правило, потому что мы имеем ГАМ, за которым непосредственно следует щит аффикс, да, ШАП, и в связи с этим мы последнюю букву МЭ заменяем на ЯТЧ, тут дальше применяются две сами сутры, из чего мы получаем ЧЧ, да, и вот мы получаем таким образом нашу новую основу ГАТЧА, или здесь мы получаем основу ИЧА, а здесь, например, основу ЯТЧА, да, вот эти три корня, которые вы все знаете, вот они описываются здесь, ну да, то есть, собственно, вот еще один тип АНГЛИКА, который мы с вами не проходили, как следует, это эти ГАТОВАТИШИТИ, Ну вот, собственно, вот, дальше, как вы помните, вот это АНГЛИКА, дальше, собственно, и начинается наш выбор ТИНА, как вы помните, изменение ТИНА, как вы помните, изменение ТИНА зависит, он тоже имеет два пути, как мы с вами уже обсуждали, Один путь изменения ТИНА, это когда АНГЛИКА оканчивается на А, а другой путь, это когда АНГЛИКА оканчивается, и, собственно, да, мы это совсем недавно прошли, и дальше они все складываются. А, ну, окей, тут еще, ну, окей, дополнительно, стоит напомнить, вот эти ПАРАСМАЙПАДА, АТМАНЕЙПАДА, я надеюсь, что вы помните, ЛАХА ПАРАСМАЙПАДА, ТАХАНА АТМАНЕЙПАДА.